Всем привет, друзья! Ну что, погода у нас очень кардинально изменилась. Пошел, так сказать, сезон дождей. Не дает эта погода нам заниматься посевом зерновых. Поэтому, как вы хотели, как вы просили, расскажу вам сейчас немножко про быт. И, собственно, решил я рассказать, поделиться информацией с новичками, с теми, кто только-только приходит в профессию. Дальнобоя и водителя большегруза. Как я переключаюсь, собственно, пользуясь механической коробкой передач ZF. Как у меня сейчас на МАНИ ТГА установлено. Расскажу, как я переключаюсь, когда я еду пустым и когда еду груженым. Надеюсь, для некоторых из вас это будет полезно. Поэтому, если вам это интересно, досмотрите видео до конца. Ну и, конечно, не забывайте про активность. Она очень важна для меня и для вас это мелочи, а мне как бы приятно. Итак, вот про быт. Значит, быт выглядит примерно таким образом. Вот оно спальное место, которое, собственно, предназначено для отдыха водителя большегруза. У меня в идеале здесь, конечно, должно быть покрывало или плед какой-нибудь, дабы, когда вы ложитесь одетым, ну, просто вот днем, да, там прилечь, отдохнуть. Если вы там стоите где-то на парковке, на стоянке, или вам надо там паузу выдержать, кто по карте ездит. Вот, просто отдыхаете, не спите, то, как бы, лучше, конечно, будет застелено, чтобы было. Но у меня сейчас нету с собой покрывала, я не взял, поэтому приходится пока так. У меня все на своих местах разложено, аккуратно. Есть, как говорится, своя одежда домашняя, образно говоря, да, вы когда домой приходите с работы, там, или с мероприятия, с какого-то, вы же переодеваетесь. Вот, в принципе, у меня точно так же устроено. Выходил на улицу, курточка сушится, все как положено. Значит, центральный туннель, как я и говорил, у меня чисто такой, скажем, не для обуви. Как и обычно у всех нормальных дальнобойщиков. Ну, здесь, как бы, я надеюсь, в идеале будет лежать мановский коврик, который именно под ман, чтобы полностью туннель этот закрыть. Там идет вырез под коробку, там, и так далее. Вот, но пока так. Вот, значит, там рабочая зона, там рабочая зона. Здесь чисто, только в носках, либо же босиком, как вот я сейчас. В кабине тепло, нормально, поэтому я даже как-то особо над этим не задумываюсь. Значит, хорошо то, что в кабине, кабина средняя считается. И есть ящички под вещи. Все тут хорошо рассчитано. Как бы, каждый ящик у меня отвечает за что-то конкретное. То есть, здесь я вон складирую аккуратно. У меня здесь лежит каска. Значит, документация по эксплуатации автомобиля. Сервисная книжка там на него. Вожу с собой зеркало, дабы где-то в дороге вдруг придется там бриться или еще что-то. То есть, это такие бытовые моменты тоже, да. Вожу с собой, естественно, предохранители в кабине. Вожу спасатели разных размеров. Вожу с собой очки, которые пригодятся в порту. Ну, в некоторые порты без каски, без вот этой вот жилетки и без очков не пускают. Это чтобы вы знали, если кто-то не в курсе, да. Ну, тут, соответственно, там разные, как говорится, мыльные, брильные, да, такое. Даже вожу с собой крем для обуви. Как бы, ну, это я разрушаю стереотип о том, что все привыкли думать, если дальнобойщик человек или водитель грузовика, то это обязательно какой-то там, я не знаю, замурзанный, воняющий соляркой непонятный человек, да. То есть, такие вот моменты бытовые я храню на таких полочках. Они как бы нормально и аккуратненько все. Вещи, все сложено. Сумка даже помещается в этот отсек. Ну, и пустой ящичек. Там у меня шнуры такое. Шнуры, кабеля разные для бытовых моментов. Вот. Сушится полотенце. Все как положено. Домашняя атмосфера. Вот. Вожу с собой, значит, фонарик. Естественно, если вы будете работать или работаете, то лучше, конечно, дабы у вас такой вот фонарик был. Потому что он вам в любом случае пригодится. Или вы, дай бог, чтобы у вас ничего не случалось, там, в плане ремонта, да, в темное время суток. Просто даже будете выгружаться, загружаться, например, по темноте уже будет как-то вам намного лучше и комфортнее, удобнее. На голову одели, фонарик включили и все хорошо. Когда будет, рассчитываю, короче, в этом сезоне себя еще немного доработать по поводу быта, доделать быт, скажем так, коврик поменять, полочку поставить сюда на центральную панель. Ну, как бы, а так, в принципе, меня все устраивает по поводу быта. Все, все как бы нормально. Вот. Ну, а сейчас давайте расскажу вам по поводу коробки, как я и говорил. Поделюсь информацией. Итак, друзья, смотрите. Значит, как устроена данная коробка. Это считается комфорт шифт, как я говорил. Вот вам видна кнопочка. Ну, рассказываю, естественно, для тех, кто не в теме, для тех, кто не в курсе. Так сказать, для тех, кто только все это познает. Значит, кнопочка эта, это сцепление. Также есть у нас педаль сцепления и штатная. То есть, так как и в обычных машинах с механической коробкой. Вот. Но здесь дополнительно еще есть кнопка сцепления на самом рычаге переключения передач. Расположение передач вы видите сами прекрасно. Я ничего вам здесь не добавлю. Вот. Значит, у нас коробка идет, считается, 16-ступенчатая по мануалу. Да? Вы видите 8 передач. Но дело в том, что каждая из этих передач еще делится пополам. Делятся они пополам вот этой боковой кнопкой. Это делитель коробки. Делитель именно передач. Это повышенная передача. Это пониженная передача. Когда у вас флажок вниз на рычаге КПП, то у вас, соответственно, работает первая передача, вторая передача, третья передача, четвертая передача. Потом мы выжимаем сцепление, поднимаем флажок вверх и у вас пошла пятая передача, шестая передача, седьмая передача и назад восьмая передача. То есть в таком темпе идет, в таком виде идет переключение передачи на данной коробке. Соответственно, в зависимости от условий, в которых вы едете, передвигаетесь на данном грузовике, вы пользуетесь половинками. Вверх, вниз, повышенная, пониженная. Разница в повышенной и пониженной передаче где-то на 0,5 оборота. То есть на полтысячи оборотов. В общем, так. Это ориентировочно. Значит, что хочется сказать. Когда, как делаю я? Я вам так расскажу. Как делаю я? Значит, делаю я следующим образом. Трогаюсь, если я пустой. Включаю половинку вверх. То есть повышенную. Включаю третью скорость. Третью скорость. Разгоняюсь на третьей повышенной. Выжимаю сцепление. Вложок вверх. Включаю пятую. То есть через одну. Сразу перехожу на повышенный ряд. Поверьте мне, когда вы пустые. Когда машина едет пустая. Ей совершенно ни к чему переклацывать каждую передачу. Потом я включаю. Не трогаю половинки. Я включаю пятую передачу. С третьей повышенной. Получается пятая повышенная. Дальше шестая повышенная. Седьмая повышенная. Ну и в зависимости от условий, конечно, могу сделать после седьмой повышенной восьмую пониженную. И потом просто включить половинку на восьмую повышенную. И все. То есть все элементарно просто. Соответственно дальше уже по условиям езды вы переключаетесь. Как вам диктуют условия. Да? Переключение передач. Значит, когда я еду гружен. Трогаюсь. К примеру, у вас загружено там, я не знаю, от 20 до 30 тонн. Да? Ну, в таком диапазоне, к примеру, еду я. Значит, получается. Флажок вниз. Трогаюсь я. Стоп. Флажок. Ну, хотя... Нет. Флажок вверх. Трогаюсь со второй передачи. Со второй передачи. В зависимости от условий. Ну, как бы каждый раз по-разному. Где вы трогаетесь на грунту или на асфальте. Ровная дорога. Или в натяг там вам приходится трогаться. Первую передачу я не рекомендую использовать. Она используется очень редко и в определенных условиях. То есть это... Ну, прям вообще жесткие условия должны быть. Я даже с места на бум, на резкий подъем, заезжаю со второй повышенной передачи. На выгрузке. То есть, с учетом того, что у меня загружено там, например, 30 тонн. То есть, это совершенно ни к чему там использовать первую передачу. Она очень-очень редко используется. Значит, дальше идем. Вторую повышенную. Потом переклацываем половинку вниз. Идем на третью передачу. Третью передачу включили. Можете включить третью повышенную. Но я обычно перехожу с третьей пониженной на четвертую пониженную. Потом включаю четвертую повышенную. Беру флажок. Опускаю половинок вниз. Флажок передач, именно рядов, я поднимаю вверх. Далее я включаю пятую пониженную передачу. Включаю шестую пониженную передачу. Соответственно, разгон у автомобиля идет нормальный. И обычно я, начиная только с шестой, или даже могу с седьмой пониженной передачи, я начинаю использовать половинки. Потому что, ну если у вас не загружено, конечно, 50 тонн, вы не экстремал, который возит такие бешеные веса, да, то, в принципе, вам нет смысла клацать на каждой передаче, вот это вот по половинкам. Все надо чувствовать машину, прежде всего. Как она себя ведет. То есть, 400 ман, 480, это совсем разные, как бы, вещи. На 480 мане по-другому вам надо будет переключаться. Ну, там, в принципе, уже на 80 лошадей больше. И для таких машин это тоже чувствительно. 80 лошадей, это разница. Поэтому, как бы, это я рассказываю именно по своему, как говорится, стилю вождения, да. То есть, я дохожу до шестой передачи пониженной, потом я включаю половинку, потом я включаю пониженную седьмую, потом я включаю повышенную седьмую, перехожу на низ, перехожу на восьмую передачу пониженную и включаю в итоге восьмую повышенную. И все. В таком вот темпе я еду. Друзья, если вам интересно было смотреть, то и вы что-то полезное для себя приняли из этого видео, то, конечно же, поставьте палец вверх, поставьте лайк. Мне будет приятно, а вам это мелочи. Будет что-то интересовать, спрашивайте, задавайте вопросы. Пишите в комментариях, как вы предпочитаете переключаться. И все обсудим. Все как обычно.